Ученые регулярно открывают новые виды животных и растений, но с человеком. Казалось бы, вопрос уже давно закрыт. Но на самом деле это не так. Новая находка говорит нам об обратном. Что она собой представляет и как поменяет историю? Сейчас все узнаете. Для начала стоит сказать, что новые виды людей – это не что-то экстремально редкое. На самом деле ученые периодически обнаруживают останки людей, которые не совсем вписываются в общую историю. И так в науке появляются новые виды. И все же происходит такое не очень часто. В этом году ученым посчастливилось. В августе они проводили раскопки в Восточном Китае и нашли несколько интересных останков. Они включали в себя черепа, челюсть и кости ног. Ученых сразу насторожили уникальные особенности останков. Например, у челюстной кости был треугольный нижний край и особый изгиб. Она напоминала одновременно черты современных людей и гоминидов, позднего плейстоцена, то есть наших предков. Более того, у останков не было истинного подбородка. И это говорило о родстве человека с более древними видами. В совокупности все факторы указывали на то, что особь напоминала человека прямоходящего. Но это был не этот вид. Именно поэтому они пришли к выводу, что останки принадлежали гибриду современного человека и древнего гоминида. Такое сочетание признаков никогда ранее не наблюдалось у гоминидов в Восточной Азии. Что это значит? А значит то, что где-то в Азии когда-то существовал вид человека, о котором нам не было известно. Буквально за пару лет до этого ученые обнаружили еще одну находку. Очередной новый вид человека. Он называется Homo boduensis. На самом деле находку нашли еще в 70-х. Это был череп, на который археологи наткнулись в реке Аваш в Эфиопии. На тот момент ученые лишь установили примерный возраст находки – 500 тысяч лет. Вскоре они выяснили, что череп имел черты двух видов – человека прямоходящего и человека разумного. И лишь два года назад ученые отнесли его к новому виду. Homo boduensis был прямым предком современного человека и пришел из этой же исторической эпохи, которая породила современных людей. Открытие нового предка человека поможет и уже помогло ученым немного прояснить загадочную часть человеческой эволюции. Новые виды людей – это, конечно, интересно, но что насчет чего-то более удивительного? Например, новые расы людей. Расы, которая в будущем может стать одной из основных или даже основной. О таком заговорили несколько лет назад, когда в Китае обнаружили необычного мальчика по имени Нун Юхуэй. Его глаза голубые и почти прозрачные, а также они светятся ярким светом, как у кота. Собственно, как и коты, Нун способен видеть в темноте, причем видит он отлично. Китаец может даже читать в кромешной тьме. При свете же его зрение такое же, как и у других людей, разве что он более чувствителен к свету, чем мы. Загадочного ребенка обследовали ученые и выяснили, что его глаза действительно особенные. В них, судя по всему, имеется топетум – свой клеток, который помогает некоторым животным видеть в темное время суток. С другой стороны, эксперты предполагали, что у Нуна мутация или редкое отклонение. По одной из версий, в его глазах не хватает защитного пигмента. И именно от этого они столь чувствительны к свету. Ранее ученые никогда не сталкивались с подобным, поэтому они предположили, что Нун – человек совершенно новой расы. Более того, некоторые ученые считают, что Нун Юхуэй – наглядный пример того, что эволюция продолжается по сей день. Он и есть результат эволюции, ее новая ступень. А в дальнейшем таких людей появится намного больше. Возможно, это связано с тем, что у людей меняется образ жизни. Или же с тем, что вокруг нас появилось слишком много электроники. Так или иначе, случай Юнэва китайца очень необычный. Посмотрим, что будет дальше. Нун Юхуэй – это то, как люди могут выглядеть в будущем. Возможно, это действительно новая раса. Но есть и расы, которые уже вымерли. Современная наука их не особо признает. Но есть немало доказательств, альтернативных теорий, согласно которым когда-то давно на Земле жили великаны и гиганты. Не будем уходить далеко. Задержимся пока в Китае. В этой стране несколько лет назад нашли целое кладбище великанов, которые жили в эпоху неолита. Около 5000 лет назад здешние скелеты были около 2 метров в длину. Да, это не так много, как вы, наверное, хотели услышать. Но подождите, это только начало. Во-первых, 2 метра – это много даже по современным стандартам. Вряд ли у вас есть много знакомых с таким ростом. Во-вторых, в те времена люди были ниже. По крайней мере, так говорит официальная история. Ученые считают, что 5000 лет назад жители Китая были ростом 170 см в среднем, что делает эти скелеты особенно интересными. Согласно главной версии, невероятный рост был обусловлен хорошим питанием. Но так ли это? А может, дело в том, что раньше великанов было полно везде? Например, подобную находку нашли в соседней от Китая Корее. Археологи провели раскопки в некрополе времен царства Силан. Оно существовало в первом тысячелетии нашей эры. В итоге им удалось найти человека ростом 180 см. Это не так много, но если не знать, что в среднем рост мужчин той эпохи не превышал 165 см. Теперь на эту находку смотришь иначе. На самом деле эти великаны были крохами по сравнению с настоящими исполинами. Мы все так же в Азии, только на этот раз перенесемся в Таиланд, в провинцию Краби. В одной из местных пещер группа археологов обнаружила огромный скелет длиной 5-6 метров. Вот это уже реальный великан, правда? Да. Человекообразное существо гигантских размеров, вероятно, сражалось с большим рогатым змеем. И оба прикончили друг друга. Рядом с гигантом обнаружили останки огромной змеи. Кто-то считает, что на самом деле это не настоящий скелет, а лишь арт-объект. Интересный экспонат, отражающий сюжет одной из местных легенд. В то же время многие уверены, что таким образом правительство и ученые лишь пытаются скрыть правду, которая может изменить историю. Ладно, возможно, там и на самом деле был экспонат, но это не значит, что все останки великанов рукотворные и фейковые. Их находят по всему миру в больших количествах. Чуть раньше археологи занимались раскопками в Эквадоре и наткнулись на еще одного исполина. Человекообразное существо было ростом около 8 метров при жизни. Кадра в самой находке нет, но оно выглядело примерно так. А точнее, могла выглядеть, ведь ученые нашли лишь некоторые фрагменты. Пяточную кость и фрагмент затылка. Пяточная кость была в разы больше, чем у обычного человека. И это соотношение позволило ученым предположить, что в древности по планете ходили великаны. Дальнейшее исследование показало, что гигант жил около 10 тысяч лет назад. Теоретики предполагают, что к вымиранию гигантов привела некая катастрофа, которая стерла с лица планеты сразу всю расу гигантов. Если такая катастрофа и была, то произошла она не 10 тысяч лет назад, когда жил тот эквадорский гигант. Великаны ходили по Земле еще как минимум 6,5 тысяч лет, ведь следующая находка относится к Бронзовому веку, а он отсчитывается от 3300 года до нашей эры. Я говорю про гиганта из Костельно. Так называют три костяных фрагмента, которые нашел один антрополог в 1890 году во Франции на кладбище Бронзового века. Он обнаружил плечевую кость, большеберцовую и малоберцовую. Казалось бы, находки вполне обычные для любого археолога или антрополога, но эти были невероятными и уникальными. Когда их исследовали, ученые пришли к выводу, что объемы костей были вдвое крупнее частей скелета обычного человека. Более того, судя по интервалам анатомических точек, они также имели длину почти в два раза больше обычного скелета. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что обладатель этих костей мог быть ростом около 3,5 метров. Кости перепроверялись несколько раз разными учеными, и никто из них не выявил в них фейка. Расчеты были точными. Получается, несколько тысяч лет назад гиганты и впрямь существовали. С каждой такой находкой веришь в это сильнее. Двигаем дальше. Следующая находка была обнаружена несколькими годами позднее, в 1912-м. Тогда, возле озера Делаван в американском штате Висконсин, ученые обнаружили целое кладбище гигантов. К сожалению, сохранился лишь один кадр. Но все будет понятно и без фотографий. Ученые раскопали 18 скелетов, которые они назвали самыми большими скелетами в мире. Их рост варьировался от 230 до 3 метров. Черепа были намного больше, чем у любой расы Америки и планеты в принципе. А также у гигантов был двойной ряд зубов. Вдобавок, археологи утверждали, что у них было по 6 пальцев на руках и ногах. Получается, это не просто гиганты, а отдельный подвид гигантов с лишними пальцами. Позднее останки были отправлены в Смитсоновский институт в Штатах. И тут всплывает один интересный факт. Согласно некоторым данным, этот институт в начале 20 века уничтожил тысячи скелетов-гигантов, которые там хранились. Но зачем? Для чего уничтожать столь ценные артефакты и экспонаты? Не для того ли, чтобы не вмешиваться в историю, чтобы люди не знали всей правды? На самом деле, не совсем ясно, действительно ли институт уничтожал останки. Эту информацию не подтверждали официально. Но мне кажется, что такое возможно. Даже в наше время ученые нередко находят гигантов, а 150-200 лет назад их, без сомнений, находили еще чаще. Скелеты уничтожить можно. Но куда сложнее деть отпечатки следов гигантов, а их немало. Люди по всему миру уже много лет подряд натыкаются в разных местах планеты на удивительные отпечатки ног. Они шокируют своими размерами. Длина некоторых отпечатков достигает метра, а иногда даже больше. Очевидцы нередко ставят свои ноги в такие отпечатки. И мы можем наглядно увидеть разницу. Что еще интересно, многие из таких отпечатков окаменелы, поэтому как-то замаскировать их практически невозможно. В то же время, это означает, что великаны ходили по нашей земле в очень давние времена, когда порода, на которую они наступали, была еще мягкой. Возможно, речь идет даже не о тысячах, а о сотнях тысяч и миллионах лет. Это в корне меняет историю, какой мы ее знаем, а также может объяснить некоторые загадки. Например, величественные постройки по типу Стоунхенджа, египетских пирамид или древних городов с огромными колоннами и прочим. Интересно, что подтверждение существования расы гигантов можно найти не только при раскопках или туризме по далеким местностям, но и просто рассматривая некоторые картины. Мне приглянулась эта картина 1745 года. На ней изображена триумфальная арка Константина в Риме. Мы видим, как гуляют люди. Идет обычная жизнь, ничего особенного. Но присмотритесь к самим людям. Обратите внимание на людей у самой арки. Их рост примерно такой же, как высота выступа арки, там, где начинаются колонны. А теперь посмотрите на современное фото этой арки. Не замечаете ничего странного? Видите, насколько люди меньше? Современные люди в 2-3 раза ниже. До колонн они даже не допрыгнут. Получается, гиганты вымерли совсем недавно и ходили по земле всего 300 лет назад? Да, а это можно было бы списать на то, что художник просто нарисовал людей таким образом. Но посмотрите на еще одну картину с аркой. Люди примерно такого же роста, как и на прошлой картине. Совпадение ли это? Или существование гигантов? К тому же великанов изображали на многих других картинах, барельефах, фресках и так далее. Какие-то были созданы лишь пару сотен лет назад. Каким-то уже несколько тысяч лет. Разве и это может быть совпадением? Или взять ту же арку, для чего строителям и архитекторам было нужно сделать такие огромные проходы? Возможно, для демонстрации Величества Рима. А может, для того, чтобы через них могли свободно проходить гиганты? И ведь таких арок и прочих подобных архитектурных сооружений очень много. Немало из них огромного размера, аномально огромного для обычных людей. Есть и другие странности. Например, ученые не раз находили старинные книги огромного размера. Некоторые из них больше человеческого роста и весят больше 100 килограммов. Согласитесь, обычный человек вряд ли мог бы почитать их с комфортом. А вот аномальные великаны запросто. Наконец, есть несколько фотографий конца 19-го, начала 20-го века, на которых изображены великаны. Может, не шестиметровые, но 3-4 метра в них точно есть. Да и вообще, в тот период в мире было немало огромных людей. Роберт Уодлоу, самый высокий человек в официальной истории, тоже жил в начале 20-го века. Не исключено, что он был дальним потомком великанов, которые когда-то вымерли. Как по мне, уж слишком много накопилось артефактов и информации, чтобы отрицать тот факт, что на Земле раньше был еще один вид человека. Человек разумный гигантский. Или что-то вроде того. Тем не менее, современная наука старается скрыть этот факт, ведь иначе людям пришлось бы поменять взгляды на историю человечества и его появление на Земле. Для научного мира такой поворот явно нежелателен. Ну а теперь давайте взглянем на реальных гигантов. От человека ростом более 2,5 метров до 700-килограммовой женщины. Трентье Кевер. В 1616 году в голландском городе Эдам родилась девочка, которая в итоге вошла в историю за счет своего нереального роста. Трентье Кевер уже в детстве была очень большой и высокой. К 9 годам Трентье уже достигла отметки в 2 метра. И на диковинного ребенка съезжались посмотреть со всех концов страны. Даже царские особы были не прочь увидеть девочку своими глазами. И однажды посмотреть на нее прибыл сам король богемии вместе с женой и свитой. Трентье получила прозвище Большая Дева. Ее максимальный рост составил 2 метра и 54 сантиметра. К сожалению, жизнь Трентье оказалась очень короткой. В возрасте 17 лет девушка умерла от рака. А случилось это прямо во время гастролей, куда ее в очередной раз привезли родители. Поскольку официальных замеров произведено не было, мы можем полагаться лишь на рассказы очевидцев, живших в 17 веке. В любом случае, пока что именно Трентье Кевер считается неофициальным рекордсменом по росту среди женщин всех времен. А что насчет официальных рекордсменок? Таких достаточно много. Нынешних обладателей рекорда покажу вам чуть позже, а пока взгляните на Цзэн Цзэнь Лянь. Именно она считается самой высокой женщиной всех времен, сведения о которой задокументированы. Ее рост известен с точностью до миллиметра, и он составлял 248,29 сантиметра. Как и в случае с Трентье, рекордсменка Цзэн начала расти невероятными темпами уже в детстве. В 4 года рост Цзэн Цзэнь Лянь составлял 156 сантиметров, а в возрасте 13 лет – 217 сантиметров. Объединяет их и то, что Цзэн, увы, тоже прожила короткую жизнь и тоже скончалась в 17 лет. Кстати, ученые считают, что настоящий рост Цзэн был куда больше заявленного, поскольку девушка страдала от сильного сколиоза и не могла выпрямиться. От Цзэн имеется не так много материала, чего нельзя сказать про Яо Дэ Фэнь. Взгляните на эти кадры. Соотечественница Цзэн была пониже рекордсменки всех времен. Ее рост составлял 234 сантиметра. Но и это очень много. Она буквально смотрит на всех свысока. Эти кадры выглядят очень необычно. Яо, как и Цзэн, тоже нет в живых. Что касается современности, то нынешней рекордсменкой является Румейса Гелгия из Турции. Ее признали самой высокой женщиной в мире в прошлом году. Правда, по сравнению с китайскими рекордсменами, ее рост достаточно скромный – 215 сантиметров. Необычный рост у девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера, при котором характерен быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов. Из-за большого роста у Румейса немаленький и вес – около 90-95 килограммов. Это полный пустяк по сравнению с рекордсменом – Кэрол Ягер. Эту девушку можно смело вносить в список гигантов всех времен, ведь она является самой тяжелой женщиной в истории. 727 килограммов – столько она весила на пике. Трудно представить, что человек вообще может столько весить. Как и в случае с предыдущими девушками, причина ее гигантизма крылась в болезнях. С детства Кэрол страдала расстройством приема, связанным с психологическими травмами. Девушка потеряла контроль и не могла перестать есть. Когда ей было около 20, она уже весила в районе 700 килограммов. Ягер не могла самостоятельно передвигаться, поскольку ее мышцы не выдерживали столь сильной нагрузки. Кстати, ей принадлежит и еще один рекорд. Ягер является женщиной, потерявшей наибольший вес естественным путем. Был официально зарегистрирован сброс 236 килограммов в течение трех месяцев без хирургического вмешательства. Тем не менее, все это не могло пройти бесследно, и уже в 34 девушка скончалась. Ренни Тони Ладно, давайте перейдем к чему-нибудь более позитивному. Например, к ныне живущим девушкам-гигантам. Ренни Тони – одна из них. Это бразильская бодибилдерша, которая может похвастаться самыми большими бицепсами среди всех женщин. Они составляют 51 сантиметр в обхвате. Для сравнения, бицепсы Арнольда Шварценеггера на его пике выступлений были всего на пару сантиметров больше. Ренни достигла впечатляющей формы благодаря 20 годам тренировок. Помимо рекордных мышц и прочих достижений в плане формы, она попутно выиграла несколько престижных турниров. Мария Ваттель А вот и коллега-бразильянки. Мария Ваттель – одна из самых крупных и сильных девушек в мире. На данный момент это самая высокая профессиональная бодибилдерша. Рост спортсменки из Нидерландов составляет около 185,5 сантиметров. А весит Мария около 90 килограммов, благодаря чему выделяется на фоне остальных. Она с завидной стабильностью занимает высокие места как на соревнованиях, проходящих в Нидерландах, так и на европейских турнирах. Помимо атлетических видов спорта, она увлекается боевыми искусствами. Кроме того, Мария – успешная фотомодель, рекламирующая спортивные товары производства ведущих мировых компаний в социальных сетях. Для рекламных фото она часто выбирает имидж Амазонки – женщины-война. Это стало для нее своего рода визитной карточкой. Собственно, именно Амазонкой Марию часто называют в соцсетях. Виктория Райт Следующую женщину из этой подборки сложно назвать гигантом, однако. Одна из ее частей тела определенно огромная – это лицо. Виктория Райт страдает от одного из самых нелицеприятных заболеваний – чирувизм или хирувизм. Оно характеризуется значительным увеличением нижней части лица, которое проявляется у ребенка в возрасте около одного года и прогрессирует вплоть до 14-19 лет. Вследствие этого заболевания иногда деформируются органы рта. Выглядит все это довольно жутко. Как итог, лицо Виктории, пожалуй, является самым большим в мире. Впрочем, сама женщина уже научилась жить со своей особенностью. Маки Карин У одних женщин очень большие лица или мускулы, а у других – ноги. Вообще, длинные ноги у девушек считаются признаком красоты. Можно ли в таком случае назвать Маки Карин самой главной красавицей в мире? Решайте сами. Но ее точно можно назвать рекордсменкой, ведь у нее самые длинные ноги на планете. 135 и 134 сантиметра приходится на левую и правую ногу соответственно. Это при том, что в среднем длина ног у человека составляет в районе 90 сантиметров. Рост Маки тоже немаленький – 208 сантиметров. Еще бы 7 сантиметров, и эта девушка могла бы стать вообще самой высокой на планете. Возможно, не все еще потеряна, ведь Карин понемногу продолжает расти. Как никак ей всего 19. Как можно догадаться, Маки не очень просто живется со своей особенностью. Ей сложно садиться в машину, подбирать нормальную для себя одежду и вписываться в дверные проемы и различные арки. С другой стороны, длинные ноги Маки помогают ей во время игры в волейбол в школьной команде. И даже не приходится прыгать, чтобы вколотить мяч в поле. Мэнди Селларс Особенность Мэнди Селларс тоже связана с ногами. Только если у Маки Карин ноги очень длинные, то у Мэнди очень тяжелые и просто гигантские. Глядя на фотографии Селларс, трудно поверить, что они настоящие. Кажется, что такого не бывает в природе, но это возможно. И все из-за редкого заболевания – синдрома протея. Он проявляется в очень быстром росте костей и кожного покрова. Синдром протея встречается у одного человека из 7 миллионов. По этой причине в медицине даже нет четкого плана лечения и списка лекарств, которые могут предотвратить чрезмерно быстрый рост тканей. Мэнди справляется со своей особенностью с помощью операций. Операции были неизбежны, потому что в одно время ноги Мэнди весили около 100 килограммов. В итоге врачам пришлось ампутировать одну из конечностей Селларс. Правда, это не сильно помогло. Через несколько лет левая нога Мэнди вновь раздулась и стала огромной. Удивительно, что при этом сама Мэнди стройная. Синдром затронул только ее ноги. Огромные ноги мы увидели. Что насчет рук? Я теперь не про рекордные бицепсы или что-то в этом роде. Я именно про руки в целом. В этом плане рекордсменом можно назвать жительницу Таиланда по имени Джоанг Джей Самак Сам. Она уже несколько десятилетий страдает от редчайшей формы локализованного гигантизма рук. Из-за этого ее конечности опухли до размеров водопроводных трупп и стали весить по несколько десятков килограммов каждая. Общий вес рук Джоанг Джей составляет около 100 килограммов. Почти столько же, сколько весят гигантские ноги Мэнди Селларс. Как выяснилось, у Джоанг Джей так называемая слоновая болезнь. Она проявляется в постоянном увеличении размера в какой-либо части тела за счет разрастания кожи и подкожной клетчатки. Если болезнь поражает руки, то обычно увеличиваются только кисти или пальцы, поэтому случай Джоанг Джей еще и уникальный. Как и в случае с Мэнди Селларс, остановить болезнь могут только операции. Правда, ненадолго. Когда Джоанг Джей было 25, она пережила первую операцию по удалению жира из конечностей. Однако вскоре его запасы восстановились, а руки еще сильнее оттекли. Единственный выход полного избавления от особенностей – ампутация конечностей. Но Джоанг Джей на это не готова. Да и ей это и не нужно. Она научилась жить со своей особенностью. Хорошо пользуется гигантскими руками и даже успешно управляет собственным магазином. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то Лойса подписка.